Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Меня зовут Игорь, я эксперт по растениям. И сегодня я вам расскажу о том, как правильно укоренять зеленые черенки. Многие садоводы, особенно начинающие, тратят большое количество времени в поисках нужного саженца, тратят кучу денег на то, чтобы приобрести этот посадочный материал. А ведь можно этот посадочный материал фактически получать бесплатно. Для этого надо научиться укоренять зеленые черенки. Мало того, некоторые растения, такие как абрикоса, слива, вишня, укореняются именно зелеными черенками. Не древесневшими, а именно зелеными черенками. Зеленые черенки заготовить можно в любой период лета, где-то с мая месяца по конец августа, когда черенки еще растут, когда они еще не древеснели. Берете вот такие побеги, которые еще растут, кончики, которые ровные, у которых хорошие, красивые листья, то есть, которые здоровые, и срезаете их. Конечно, нужно резать с запасом, потому что явно не все черенки у вас приживутся. Это еще не черенки, это заготовки для черенков. Желательно их резать рано утром, когда нет сильной жары, потому что они должны быть с максимальным количеством влаги. Именно утром в них максимальное количество влаги. Ну и желательно, если их нарезать, сразу приступать к их укоренению. Если же по каким-то причинам вы не можете этого сделать, то поставьте хотя бы их в банку с водой, кончики. Смотрите, правда, чтобы листья ни в коем случае не попали в эту воду. Теперь вот из этих нарезанных заготовок мы делаем, собственно говоря, черенки. Мы вырезаем вот эту среднюю часть с тремя почками. Нижний обрез делаем прямо под почечкой непосредственно, вот так. Нижний листик срезаем. Верхний срез делаем чуть выше, чем третья почка, вот здесь. Единственная его проблема, у него очень большие листья и очень большая будет испарение влаги. Это плохо. Значит, мы эти листочки должны обрезать. Оставить половинку, можно даже меньше. Вот у нас готовый черенок для посадки, для укоренения. Нижняя почка, из нее будут корешки сформированы. А отсюда будут развиваться уже, собственно, растения. Итак, самая главная проблема, как я уже сказал, это сильное испарение влаги черенком и потеря из-за этого всех питательных веществ. Вот чтобы этого не было, чтобы растение не испаряло воду, вернее, черенок наш, нужно сделать стопроцентную влажность. Сделать это очень просто. Вам нужно сделать маленький парничок. Вот сейчас мы его будем делать. Значит, можно парничок сделать непосредственно на грядке, можно в каком-то круглом контейнере, но, на мой взгляд, удобнее делать вот в таком прямоугольном ящике. Значит, нижний слой мы засыпаем в слой такой более-менее хорошей плодородной земли, садовой или компоста, хорошо перепревшего. Вот это у нас плодородная основа. Когда корешки наши черенки уже пустят, они пройдут вниз и уже здесь начнут получать питательные вещества. Так вот, корешки будут развиваться уже в этом плодородном слое. Но, когда корешки образуются, для того, чтобы они образовались, им плодородная почва как раз не нужна. Им нужен какой-то легкий субстрат, ну, типа песка. Вот как раз в песке лучше всего черенки укореняются. То есть, сверху мы насыпаем слой примерно сантиметра 4-5 песочка. Конечно, надо его измельчать или просеивать, чтобы он не был комками, но мы сейчас это все сделаем руками. То же самое разравниваем, убираем комочки, всякие примеси, которые здесь встречаются, и немножко уплотняем. Ну, а теперь, собственно говоря, идет процесс именно высадки наших черенков. Мы их втыкаем. Старайтесь втыкать ближе к центру. Значит, втыкайте вы их примерно на половину этого расстояния. То есть, ну, грубо говоря, на сантиметр, где-то на 2, может быть, получится, чтобы они полностью оказались в песочке, чтобы нижняя почечка ушла под землю. Теперь следующий этап – накрыть пленкой. Но нам, как я сказал, пленка ни в коем случае не должна касаться листиков, поэтому лучше сделать какие-то дуги такие небольшие, на которые будет опираться пленка. Это может быть проволока, это может быть, вот как я взял, такие гибкие дуги из зеленых частей растений. Это может быть, ива очень хорошо гнется. Делаем вот такой каркас над растениями, главное, чтобы пленку она держала. Теперь берем пленку и накрываем. Смотрите, как правильно накрывать. Вот те три стороны, дальняя и двоебоковых, у нас пленка загнута под ящик, то есть, там полностью герметично. А эта часть должна быть открывающаяся, потому что два раза в неделю вам нужно будет прыскать водичкой туда увлажнять и, может быть, пропалывать сорняки, если начнут расти. Но, тем не менее, она должна быть закрыта тоже. Вы можете ее сделать легко, открывающиеся какие-то прищепки применять или утяжелитель просто положить, но герметичность должна соблюдаться. Следующий важный фактор для устройства парника – это правильное освещение. Если вы поставите его на палящее солнце, там температура поднимется, ну, градусов 60-70. Естественно, никакие черенки не выживут при таких условиях. Поэтому свет должен быть рассеянным. Свет очень нужен черенкам молодым. Поэтому ставите либо под кроной дерева, в тени вот в такой рассеянной, как мы поставили, либо где-то под северной стенкой вашего дома. Но имейте в виду, свет, как я сказал, уже нужен. Поэтому очень хорошо, если вы с той стороны, где солнце мало попадает, можете подсветить чем-то. Это может быть лист оцинковки, это может быть просто белая поверхность какая-то. Ну, вот у нас здесь просто картон, обтянутый фольгой, который подсвечивает с той стороны, как бы направляя лучи солнца еще и в эту тепличку. Это, кстати, очень важно для укоренения черенков, для хорошего. Итак, сегодня я вам рассказал о том, как правильно укоренять зеленые черенки растений. И вот этим способом вы можете укоренять практически все. И плодовые деревья, и ягодные кустарники, и декоративные кустарники, и виноград, все что угодно. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Смотрите наши видеосюжеты, а еще лучше подпишитесь на наш канал на YouTube. Удачных вам экспериментов! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok